Банки – это кровеносная система любой экономики. Мы должны напомнить негативные последствия прежних лет или негативные последствия кризисов прежних лет, например, 1998 года, когда рухнула вся банковская система. И мы, конечно, такого допустить не можем, потому что за банками стоят не только предприятия реального сектора экономики, за банками стоят миллионы вкладчиков, граждан Российской Федерации, которые заинтересованы в том, чтобы банковские учреждения работали ритмично, и у них было достаточно ликвидности для того, чтобы обеспечивать интересы граждан. Именно для этого мы направляем огромные средства в банковский сектор. Мы уже называли эту цифру примерно около 5 триллионов рублей. Ну, кстати, нынешние события на Кипре в Москве были даже в какой-то мере предсказаны, что называется «задолго до», когда Владимир Путин еще 11 лет назад призывал бизнес уходить из офшоров, он, по сути, предупреждал, что рано или поздно значительная часть средств в этих офшорах может быть потеряна. Вот кадры с 4-го съезда торгово-промышленной палаты, стоявшегося еще в 2002 году. Напрашивается или вспоминается сразу простая русская мудрость. «Дружба дружбой, а табачок врозь». Вот у нас очень хорошие отношения складываются со многими нашими партнерами. Но западные экономики, которые сегодня располагают этими ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии. Повторяю еще раз. Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены. Но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, я прошу меня извинить за простоту выражений, замучайтесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства. Продолжение следует...